Почему Моргенштерну запретили въезд на территорию Украины? Разбор Бенгера, Тейпа и Кизару? Из-за чего ФСБ сорвало концерт Вани Нойзу в Оренбурге? Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске рэп-новостей и, конечно же, много-много пятничных новинок. Не забудь подписаться на канал, если до сих пор этого не сделал, и поставь лайк этому видео. А мы начинаем. Поехали! Дорогие подписчики Рэп Ньюз! Хотите стильно одеваться и при этом не переплачивать? Тогда рекомендуем вам годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf У Hustle в наличии более 3000 кроссовок! Редкие эксклюзивные модели, которые вы не увидите в обычных магазинчиках, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. Да, и мы сами лично все проверяли и ручаемся за этот магазин. Самое главное, у Hustle есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если вам товар не подошел, его можно вернуть. А для наших подписчиков действует промокод RAPNEW, сдающий скидку аж 30%. Не переплачивайте в других магазинах и покупайте стильные вещи и кроссовки на Hustle.rf по доступным ценам. Переходите и убедитесь сами! Ссылка в описании под видео. Не забудьте промокод «Поможет сэкономить». 29 апреля официальный сайт Министерства культуры Украины опубликовал сообщение о том, что русскоязычному рэперу Алишеру Тагировичу Моргенштерну отныне запрещен въезд на территорию этой страны. По мнению Минкульта Украины, артист представляет угрозу национальной безопасности их родины. Его официально внесли в черный список. И теперь он не сможет пересечь границы данного государства. А на это весьма эмоционально отреагировал сам Алишер, заявив, что все равно любит жителей Украины. Люди не разбираются в ситуации и закрывают мне въезд. Пиздец. Я так хотел в Киев ебануться, как я хочу в Киев. В Харьков охуеть. Просто я помню концерты в Киеве, в Харькове, да в Одессе, блять. Такие концерты, такие люди, такие женщины. Отметим, что власти страны могли принять такое решение из-за давнего выступления Моргенштерна в Одессе. Оно состоялось аж в декабре 2019 года. Напомним, тогда за день до концерта в городе был объявлен траур в честь подростков, погибших от пожара в колледже. На это происшествие отреагировал исполнитель в день концерта. Моргенштерн заявил, что скорбь в этой ситуации – это просто показуха, а в действительности людям надо устроить крик о том, чтобы учебное заведение чаще проверялось на предмет пожарной безопасности. Я считаю, что траура – это просто показуха, просто п***ная показуха. Давайте устроим вот вместо дня траура день, п***я, крика, п***я пожарных проверок нету в колледже. После волны недовольства со стороны украинских, да и некоторых российских СМИ, Тагирович поспешил тогда прокомментировать свои слова. Сгорел колледж и погибло несколько подростков. Вот, и я на сцене перед выступлением сказал, что траур – это ебаная показуха. Давайте устроим что-то вместо дня траура день крика о том, почему не проверяют колледжи на пожарную безопасность. Я немножко почитал, этот колледж, который сгорел, не проверяли пять лет. Пять лет, б***ь. Отметим, что совсем недавно, еще до запрета въезда в Украину, Моргенштерн сам говорил, что ему страшно приезжать в эту страну после той самой истории в Одессе 19-го года. Особенно после истории с Одессой, я думаю, ты помнишь. Ну да, да, да. Мне сейчас, ну, мне правда страшно банально, я не буду врать, мне страшно ехать. Вполне возможно, именно этот поступок исполнителя в Одессе мог оказаться оскорбительным для властей Украины, вследствие чего они приняли решение о том, чтобы внести эпатажного хитмейкера в черный список. Летом этого года у Алишера должны были пройти концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. И, судя по всему, им не суждено состояться. Однако непонятно то, что в Украине сейчас вполне современный президент Владимир Зеленский, «Выйди отсюда, разбийник ты», который, в свою очередь, был актером, шоуменом и комиком, увы, даже он не прочь пресечь творческую свободу в стране. Как вы думаете, друзья, старая история об осуждении траура со стороны Моргенштерна – это реальный повод внести его в черный список целого государства, с учетом того, что сам музыкант пытался привлечь внимание к реальной проблеме, которая заключалась в том, что колледж не проверяли на пожарную безопасность. Пишите свое мнение в комментариях. Также в пятницу вышла та самая совместная композиция Иманбека Моргенштерна и Фетти Вап. Это настоящий весенний бенгер с нотками уникального афрозвучания, в которой, наконец-то, есть русский субтитр под текст Алишера, и его можно полностью разобрать. Самый ожидаемый русскоязычный коллаб последнего времени наконец-то увидел свет. Вышел трек «Стикаут» от Егора и Олега. Биг Бэйби Тейп ради этого фита даже пожертвовал дружбой с Бульваром Депо, так как Депоха недолюбливает Кезару, а теперь и Тейпа. Вот стоило ли это таких жертв? Наверное, да. Мы получили трек с мощным и разнообразным флоу от обоих исполнителей. Они звучат весьма органично и круто на одном бите, в нужный момент наращивая темп своей читки и градус вайба. Столько стволов, как у Минобороны, Столько зазы, нужно газопроводы, Все эти бриллианты, как светодиоды, Читаю ходы, умножаю доглоды. Стоит отметить, что это один из самых противоречивых фитов за всю историю русского рэпа. Ведь Кезару раньше хейтил Тейпа. Тейп, в свою очередь, тоже не молчал и пренебрежительно отвечал Олегу. Тут сразу два вопроса назревают, потому что он хейтит вас обоих. Что ты думаешь, Егор, по поводу того? Ты видел, что он типа выебывался по поводу того, что... Hard to Kill, это Томми Рад. Да подскажи им. Но это не помешало склотить парням супер-хит И преподнести неожиданный подарок русскоязычному Ками Юнити. А как вам трек, друзья? Оправдал ли он ваши ожидания? Печальные новости пришли от Noize MC. Артист заявил, что ему сорвали концерт в Оренбурге. По заявлению Ивана, это дело рук ФСБ. Как сообщает Ваня, силовые структуры угрожали площадкам закрытием за организацию концерта Noize. ФСБ, МВД и администрация области задались целью отменить, во что бы то ни стало, наш концерт сегодня у вас в городе. По этому поводу все эти структуры стали угрожать площадке, где изначально должен был проходить наш концерт. Для того, чтобы усложнить задачу отмены и этого перенесенного концерта, мы решили разбить его на две части и организовать в разных местах. Часть билетов сегодня была приглашена в одно место, другая часть билетов в другое. В первом месте я успел отыграть акустический сет и собирался ехать на Солмышевскую улицу, где вы меня уже ждали. Но поступила информация, что и эту площадку тоже накрыли силовой структурой, и выступить там сегодня не получится. Такие действия властей могут быть обусловлены появлением Алексеева на митингах в поддержку Навального, а также публичную поддержку данного политика. Мне известна цена успеха, и мне есть что терять. Учитывая все эти обстоятельства, мне, по идее, на первый взгляд, не стоило бы выступать с поддержкой Алексея Навального. Но 23 января мне стоило бы, на первый взгляд, остаться дома и промолчать. Я часто слышу, подумая о своих детях. Я именно о них и думаю. И я не хочу, чтобы они жили в стране, где за инакомыслие человека можно убить, а если вдруг это не получится, посадить его в тюрьму. Я заработал не благодаря этому режиму, а вопреки ему. Мои концерты неоднократно отменяли, срывали силовые структуры. На меня заводили дела, меня пытались лишить профессии. Но накануне никогда не стояла моя жизнь, мое физическое существование. Я считаю, что возвращение Алексея Навального в Россию – это гражданский пост. В начале этого года Ваня рассказывал в интервью The Flow о том, что ему запретили концерт на московской ВТБ-арене. Официальная причина заключалась в том, что владельцу площадки не нравятся политические взгляды исполнителя, а также та самая поддержка Навального со стороны Ивана. И теперь понятно, почему, возможно, тот же Оксимирон так осторожничает, присутствуя на митингах. Ведь Ваня достаточно жестко огребает за свою политическую позицию, публично поддерживая Навального и митинги в его честь. И еще неизвестно, чем все дело закончится. Марк Улл представил долгожданный клип на композицию с нового альбома. В ней все выглядит чертовски притягательно, а картинка так вообще блещет своим изыском, а финальная отсылка к бойцовскому клубу заслуживает отдельной похвалы. Вижу быть один, хочешь праздник, я вам повод, зацепи плохих подруг, они как мы на все готовы. Ютуб-канал «Стихи на биты» представил новый проект. Парни любят русскую поэзию и русский рэп, поэтому они решили собраться у микрофонов, выбрать рандомный стих и положить его на такой же рандомный бит. Они говорят о жизни, испытывают современную и классическую русскую поэзию на прочность. Никаких репетиций и подготовки до съемки. Все происходит за столом, здесь и сейчас. Исключительно правила первого дубля. Фристайл, бодрый монтаж и вставки из киноклассики. Это по-любому стоит вашего внимания. В 104-й Исалуки представили совместный альбом «Стыд и слава», в котором показали весь колорит своего стиля. Однако стоит отметить, что фанат последнего не оценили совместный альбом со 104-м и посчитали, что он лишь испортил картину. Братья, собрались за столом, в ход теплые объятья. Чек-тост, братья, и как судьба связала нас, я без понятия. Неожиданно Бульвар Депо и Джимба выкатили совместную композицию, в которой они все так же свежо звучат на одном бите. И волк, если ему не интересно, суета волка давно не кормит ноги, волка кормит чихара. Калужский исполнитель «Свят» готовит новый альбом, а пока выпускает хлесткий диз на цифровую площадку Apple Music из-за разногласий по контракту. Он будет стрелять туда, поицелься, будь ядин в поле, как фан Хельсинг из Вяттик против совка Ельцин, блять, их наш гонор всегда бесит. Монстр Оуджи Будда представил сразу два новых альбома на любой вкус. Один из них более привычный, а второй полностью исполнен фристайлом. На одной из композиций со второго альбома к парням даже присоединился Егор Крит. Мэй Вейвс выпустил новый сингл, который дарит нам надежду на возвращение исполнителя в большую игру. Композиция звучит в лучших традициях творчества Вейвса. А Жак Энтони подогревает к себе интересы новым синглом, в котором есть все зачатки Бенгера. А после долгого затишья слушателям этого показалось мало. И я поднял эти деньги не с пола, все, чтобы вытянуть своих с района. Все, что мы делаем, делится ровно, еще вчера мой карман не был полный. И в заключении выпуска Иллю Мэйд представил новый трек, в котором сладко-голосое звучание переплетается с достаточно интересным текстом. Деньги не придали ни разу, Адам, не стесняясь даже меня сразу ограбят, нахлюбовь. На этом наше видео подошло к концу. Друзья, напишите в комментарии, что же вы думаете по поводу запрета Моргенштерна в Украине, а также о Фите, Кезару и Тейпе, и репрессии Нойз. Конечно же, не забывайте поставить лайк за наше старание. А с вами был, как всегда, Игорь Еремин. До скорых встреч всем любителям рэп-новостей и новинок на канале Рэп Ньюз. Продолжение следует...